Настрой Здравствуйте, Федор Михайлович. Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте. Давайте начнем с главного подарка. Я поздороваюсь со зрителями, с нашими дорогими и со слушателями, не менее дорогими. Начнем с главного подарка. Ну, давайте начнем. Значит, у нас скоро зима придет, рождественские праздники. Ну и, как всегда, традиционно театр-студия киноактера в эти рождественские праздники показывает свой уже... Традиционный, полюбившийся спектакль. Традиционный, полюбившийся спектакль, который, значит, бабушке приходит смотреть уже, так сказать, как его... Приходят их внуки уже. Сколько же ему лет уже, Федор Михайлович? 25 уже. Долгожитель, да. А спектакль называется «Щелкунчик». Я думаю, что знает город Минск, вся Беларусь. Рождественская сказка, конечно, да. Знает Беларусь наша, что «Щелкунчик» это, наверное, единственный пока детский спектакль у нас в нашем театре. К сожалению, но скоро у нас будет «Алиса в зеркале». Это уже в следующем году, наверняка, да? Да, в следующем году. Мы сделаем для детишек обязательно, потому что мы деток любим наших. Именно вот хотим, чтобы они привыкали к нашему театру. Расскажите, покажите. У нас снимают камеры, пожалуйста, покажите. Да, слушайте, нововведение для меня сегодня. Я первый раз сегодня попал на камеру. Правда? Интересно. Ну, первый раз, конечно. Нет, на камеру я попадаю не раз. Я снимаюсь часто. Я просто говорю, что он в студии. Вот куда? Вот сюда, да? Да. Или сюда? Сюда можно, да? А, сюда. Вот такой пригласительный билет. Он без имени пока. Потом, если нужно будет... Скоро узнаем его. 24-го, 12-го, то есть декабря, разгар рождественских праздников, 17.00, мы приглашаем того человека, который выиграет, на двух человек. Сразу могу предупредить. Могут прийти мама, папа, если даже двое деток, взять их на руки. Мы их пропустим. Здорово. Да, мы всегда так делаем. У нас родители покупают билеты, а маленьких деток, которые могут на руках сидеть, мы их... До трех, до пяти. Как у нас возрастается? Как получается. До 16, да. В общем, нет, до 16 это уже... Перебор. Да. Нет, ну, лет до 6, да, мы приглашаем, так сказать, мы очень относимся, так сказать, с теплотой и любовью к нашим зрителям, так что мы понимаем, что не все могут, если, понимаем, большая семья. Да, могут быть все, да. На семья не накупишь билетов, и поэтому, слава богу, папа и мамы пришли, а все их по толстому рассадим. Замечательно. Вы говорили, что спектакль долгожитель. Так у нас он не один. Я хотел спросить, а сколько вот в щелкунчике уже мышиных королей поменялось? Сколько поколений, да, прошло через этот спектакль? Ой, значит, мышиные короли. Ну, три, наверное, мышиных королей поменялось. Наверное, три. Вот, например, в Мари их точно четыре. Значит, Дроссельмейр не менялись двое, как были, так и остались. Единственное, Стас у нас заболел. Наверное, будет Гурьев один работать. Папа-король у нас, как были эти, Мошкин и Кашперов так и остались тоже. Но усилия не поменялись. У нас омолаживается Мария. Потому что Мария, она же девочка растет. Вот представьте себе, девочка, 17-летняя играет эту малышку, а через 20 лет, сколько ей, она уже сама мамаша. Да. Это театр, специфика театра. Что же делаешь? Ну, можно загримировать, естественно, можно что хочешь сделать. А надо ли? А вот я думаю, зачем? Если у нас прекрасно подрастает молодежь. Академию наших художеств выпускает прекрасных молодых актеров, актрис. Всегда можно поменять. А как к вам попадают они? Сами приходят или вы их находите? Дело в том, что у нас редко такое бывает, что сам пришел и самого взяли. Это уже надо таким определенным талантом обладать, когда художество руководитель просто увидев, обомлел и понял, что без этого молодого актера работать нельзя. Нет, у нас обычно делается так. У нас работает в театре очень много актеров, которые преподают в Академии. У нас, например, Мищенчук Владимир Андреевич, он старый педагог, профессор в кафедре. Опытный такой человек. Да, он набирает курс. И в процессе вот этого обучения он, значит, смотрит, выбирает и приводит свою молодежь. У нас много, кстати, выпускников. Вот Мухин, Антон Жуков, Григорий. Яна Ходанович, Лапаницын. Сережа, да. Да, очень много, очень много у нас молодежи, так это уже и не молодежь. Потом у нас доцент кафедры Вера Полякова на сцену движения преподает, она тоже своих учеников приводит. То есть, ну, вот именно так попадает в театр молодежь. Очень приятно, что есть и молодежь, и есть, скажем так... Приемственность поколений, да. Да, да, актеры, которые могут свой опыт передать, что-то подсказать. А вообще, семья? Семья. Однозначно. Однозначно большущая, огромная семья со своими проблемами, со своими радостями, со своими горестями. Традициями. Традициями и прочее, потому что потеря любого человека в нашем театре – это горе. Яна знает, что у нас это переживаем, как близкого человека, отрывая нас. К сожалению, были недавно вот эти вот такие потери. Дни рождения отмечаем вместе, премьеры отмечаем все вместе. Ну, собственно говоря, если так разобраться, то большую часть времени человек наш... На работе проводит. На работе проводит. Дом-дом приходит. Знаете, как это? Я вот жену, например, свою вообще практически не вижу. Пусть она в театр приходит. Такая как приходит. Она сама в театре, в оперном, работает. Она утром ушла на репетицию, а я уже на работе. Вечером я прихожу с работы, она уже на спектакле вечером поет. Поэтому видим, когда выходной день. Ну, это судьба такая артистическая. Вот создаются пары у нас. Чаще всего, конечно, я помню, что театральные пары создавались в оперном театре, там, балетной. Потому что они настолько плотны в театре, что просто другой жизни у них нет. Ну, и у нас есть пары, например, Лапаницына, Сережа, и Яна Ходанович. Вот, так что... Работа с плачевцами. Ефремов, Александр Васильевич, и Лера Орлана. Лера Орлана, Александр Васильевич, Ефремов. Так что все равно, как рамнятина руководства. А как, с какими победами встречается Новый год, Федор Михайлович? С какими победами? Да побед разных много. Вот премьеру сейчас будем делать, сдавать будем спектакль. Сейчас скажу, 5-6 у нас будет премьера, 4-го будем сдавать спектакль. А какого месяца? Декабря месяца. Я уже на прошлой передаче рассказывал. Это поиск истинного я Тобиаса. Вот, он уже практически на выходе. Осталось там уже только декорации. Доделать до конца костюмы и все остальное. Сам уже творческий материал, в принципе, у Ефремова готов. Ну, он сразу рисунок-то делает. Это уже потом просто оттачивает, оттачивает, оттачивает. Вот, спектакль должен быть хороший. Это комедия положения. Так бенефису, да? Вера Полякова. Да, это будет бенефис Веры Александра Поляковой Макеи. Значит, не будем называть, сколько ей исполнилось. Она же совсем молодая девушка. Вот, и будет как раз она в главной роли. 6-го декабря будет творческий ее юбилейный вечер и премьера. Ну, я надеюсь, мы хорошо его отметим. Всей семьей. А чья пьеса, скажите мне? Это Тобис, это американский. Нет, да, совсем современный. Американский драматург. У нас что-то как-то в последнее время... Засилия. Засилия американская. Да, немножечко. Ну, вот, например, «Смешанные чувства». «Американец», вот, «Поиск истинного я». Ну, вот следующая постановка... То есть не просто так ведь выбираются эти спектакли, правильно? Понимаете, я объясню, почему они выбираются. Читается пьеса. И режиссер видит, какая пьеса будет работать для нашего человека. Актуальна она сегодня? Да, актуальна, неактуальна. Потом вот смешанные чувства. Что должно быть, что должно сложиться в пазл, чтобы эта пьеса появилась? Это в пазл, даже спрашивайте, про пазл будет у того, кто это создает, этот спектакль. Я как человек, который его просто должен попиарить, так сказать, и собрать аудиторию зрительскую, да? Так что это моя задача. Да. Там фестивали, гастроли и все остальное. Вот. Вот настолько минскому зрителю в душу проникла вот эта пьеса «Смешанные чувства», что у нас такого... Ажиотажа не было. Не припомню, что был такой ажиотаж. Уже билетов нет до конца года. И мы даже вывезли на площадку 29-го числа, мы будем показывать, в театре... Ой, господи, в доме офицеров. Балкон никогда не продавался. Продается балкон. И я-то практически чаще всего до конца спектакля оставився, я вижу, как публика реагирует. Вот люди выходят от моего возраста. Я не скрываю, что мне 65 лет. Где-то моложе, может быть, предпенсионная пенсионная. Они выходят... Ой, про меня. Вот про меня. Идут со слезами выходят. Но там действительно такая душесчипательная история, когда две семейные пары всю жизнь продружили, потом уходит один, потом уходит другая. То есть, наоборот, вернее, сначала уходит жена у Германа, потом у Кристины уходит муж. И они встречаются по поводу годины ухода мужа Кристины. И вокруг этого начинает появляться вот эта вся интригра, разворачивается сюжет, он ей делает предложение. И при всем при том, что там есть такие вещи смешные, которые просто, как говорят народы, животики надорвать и прочее, но она настолько глубока, настолько чувственна, что я обращал внимание, люди плачут. Мужчины, мужчины, мокрые глаза. Это проникновенная очень вещь. Я не знаю, я вот уже рассказывал, что я никогда не смотрю сырой материал. Я не хожу ни птицы, не подсматриваю, ничего. Я дожидаюсь премьеры. Вот будут премьеры. И то я люблю не сразу премьеры смотреть, а чтобы немножко обхаталась. А по-моему немножечко. Да, она вот... Укаталась немножко. Да, чтобы они уже, так сказать, не думали о тексте, а уже актер работал душой, сердцем и прочее. И вот я думаю, что вот эта пьеса новая, я-то за стенкой сижу у Ефремова, слышу реакцию, там, как они репетируют, возгласы. Мне кажется, это будет очень интересно. Уважаемые слушатели, это вот, кстати говоря, только несколько спектаклей Театра-студии киноактера. Чуть позже мы поговорим еще, расскажем, что еще можно посмотреть, на что еще обратить внимание. Пока прервемся на новости, рекламу. Через где-то пять минут, да, Андрей? Да, кстати говоря, через пять минут уже придется разыгрывать пригласительный билет. Расставаться с вашим пригласительным билетом. Расскажите, напомните, пожалуйста, что это за спектакль «Долгожитель». Спектакль «Долгожитель» — это щелкунчик по сказке «Мышиный король», щелкунчик — это Гоффман Амадей. Эрнст Амадей. Эрнст Амадей Гоффман. То есть длинный такой немецкий. Так не запомнишь сразу. Нет, я помню просто. Дело в том, что Гоффман — это вообще очень интересный такой писатель. Вот эти сказки Гоффмана, куда входят «Мышиный король» и прочее. У него вроде бы не такие сюрреалистические и прочее, но достаточно жизненные все эти вещи. Там есть и добро, есть и зло. А нашу сказку, я взял, сделала сценарий жена нашего постановщика, который ставил... Ну ладно, пусть он меня простит. Ну долгожитель же, не мудрено забыть. Ну вот бывает, знаете, какое-то... Да, бывает. С возрастом оно вот крутится, и потом оно придет. Ну вспомним, да. Такая штучка. Его супруга написала сценарий. У нас он, скажем так, добрый, потому что даже тот же «Мышиный король», хотя когда он выскакивает на сцену первый раз, многие дети начинают плачать. А потом понимает, что он такой вроде бы злой, а вроде и добрый. В душе добрый. Да, в душе добрый. Добрый, как внутри. Вот. Это спектакль про девочку, которая все время мечтала. Мечтала, значит, о счастье, о любви. И вот, значит, появился у нее... У нее есть дядя, Драсельмейр, который ей в новогоднюю ночь дарит вот этого деревянного щелкунчика, который грызет орехи. Ну и вокруг ореха крокотука, волшебного, начинает раскручиться этот сюжет. Он деревянно становится живым. Борется со злой. Борется с этими мышами. Сначала терпит поражение, потом заступается в море, снимает туфельку, убьет этого «Мышиного короля». Ну, что я буду рассказывать сюжет? Пусть придет, посмотрим. И музыка, божественная. Божественная музыка Петра Ильича, конечно, даже нечего обсуждать. Более того, великолепные актеры. Ну, актеры, да, у нас действительно... У вас один состав, Федор Михайлович? У нас не один состав, у нас несколько составов, у нас меняются люди, потому что, вы сами понимаете, у нас три дня подряд и три в день. То есть, выдержать такую нагрузку тяжело. Обычно у нас так, один состав играет первый, значит, там 12-2, а вечерний приходит следующий, а потом наоборот, на следующий день. Поэтому актерский труд, это такой тяжелый. Кажется, легкий. Да, это, конечно, не дрова колоть, я понимаю. Эмоциональные затратные. А, да, затраты эмоциональные очень велики, очень велики. Они просто опустошенные по спектаклю выходят. Хотя бывают такие вещи, когда приходит зритель, они даже вот чувствуют, какой зритель пришел. Когда идет спектакль, сначала может трудно зрителя завести, еще что-нибудь. Но потом, когда он заводится, он наоборот, свою энергию зрительскую отдает актеру. И он ее ловит, и начинает вот на этой волне начинается кураж. Тогда актер играет просто вот все, что у него есть, все выдает. А вы на всех спектаклях присутствовали, Павел Михайлович? Нет, ну, в смысле, я присутствовал на всех. Раньше, но я же не могу каждый день присутствовать на всех. По три раза в день, да? Да, ну, в принципе, я... Нет, вот эти спектакли, когда детские, я все три спектакля в день нахожусь. Потому что дети, и они трудноуправляемые, их много, мамы, папы, дети. Надо помогать администраторам, рассадить, разместить, попросить. Потому что бывают такие вещи, что ребенок кто-то захотел пописать, и что он в центре зала сидит. Надо как-то попробовать вывести его. Там, на ребенок начинает капризничать. Они же непредсказуемые. Кому-то нравится, кому-то не нравится. Ну, это же деньги. Некоторые приводят детишек, которые, так сказать, ну, еще до года. Хотя мы предупреждаем, что... Нежелательно. Давайте начнем хотя бы с двух с половиной лет приводить, потому что, ну, сложно воспринять. Ну, что ж, я предлагаю сейчас уже, в общем-то, билет и отдать в хорошие руки. Да в любые в хорошие руки. Любые, кто выиграет, тот и молодец. Хорошо, уважаемые слушатели, прямо вот в эту минуту в нашем официальном паблике-аккаунте в Вайбере и появилась та самая кодовая фраза. Читайте ее, и мы ждем телефонный звонок на номер 284-87-21. Вас ждет пригласительный билет на великолепный спектакль «Щелкунчик». Новогодний спектакль волшебный. В рождественский. Да, две персоны. Пожалуйста, номер телефона 284-87-21. Ну что ж, Федор Михайлович, у нас есть победитель сейчас. Прямо сейчас вы его слышите. Здравствуйте. Алло, алло. Да-да. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что ж, что написано в нашем паблик-аккаунте в Вайбере? Написано Эрц Гофман. Совершенно правильно. Это кто? Это Земляков Владимир. Я понимаю. А кто такой Гофман? Расскажите, пожалуйста. А Гофман имеет отношение к «Щелкунчику». Правильно. Какое? Федор Михайлович, расскажите. К «Щелкунчику». Самое непосредственное. Да, у меня тогда вопрос к вам такой, Владимир. У вас большая семья? У нас большая семья. У меня вот жена, тоже Наташа, и внучка Аннушка. Ей три года. Я думаю, можно ее взять, если она там. Да, значит, вот смотрите, Владимир, билет на двух человек, да? Так. Не считая вашего ребенка. Значит, до шести лет вы можете еще взять двух. То есть, кого вы можете посадить на коленки. То есть, вы можете двух детей с собой взять еще. Хорошо, хорошо. замечательный подарок. То есть, пойдете вы с женой и два ребенка. Да, и два ребенка. Великолепно. Владимир, спасибо огромное за телефонный звонок. После эфира я перезвоню вам и расскажу, как забрать этот замечательный пригласительный билет. Ну, а остальным слушателям я все-таки желаю, наверное, поспешить и посмотреть этот спектакль. Вообще, посмотрите, какие жильтяные с музыки нацелы. Дело в том, что мы начинаем вот эти спектакли, билеты продавать в середине октября. Поэтому у нас... Польза за большим спросом. я говорю, поспешить надо. При том, что сейчас, конечно, конкуренция очень велика. Очень много всевозможных коллективов, которые делают разнообразные... Новогодние сказки. Новогодние сказки. Вот наша вот Вера Полякова, кстати, вот с своим театром сделали новогоднюю сказку. Они будут показывать. Во Дворце Республики. Да. Да, много. Поэтому у нас, если раньше мы, так сказать, практически конкуренции не были, не было, и мы знали, что у нас зал будет полный, то сейчас нужно потрудиться, походить, поговорить с выполномоченными. То есть определенные нужно предложить усилия. Но, тем не менее, практически все продано. Это немножко, скажем так, дисциплинирует, скажем. Наш, да, администрацию дисциплинирует, не дает ослабляться. Ну что ж, Федор Михайлович, буквально одна минутка остается у нас до завершения эфира. Вы мне скажите, пожалуйста, а вот вообще, ну, как дальше театр будет развиваться? Вы сказали уже о премьере. Ой, как будет развиваться. Хорошо будет развиваться. Мы после Нового года переедем в новое издание. О как! Расскажите, куда? Чтобы мы сориентировались с Неморщикой? Если не ошибаюсь, Кропоткин 44, это, если кто, меньшане такие в возрасте моем, они знают, что там бывший кинотеатр Спартак, а потом там этот Спартак отдали Чаровницам, если вы помните, такой был ансамбль, красивые девочки танцевали, представленные наше историю. Он есть, да. Но, к сожалению, руководителя нет. Ни Касовского, ни Рая. Вот. Поэтому, потом туда переехал в Молодежный театр, очень долгое время работал. На горочке вот такой, да? Он стоит на горочке, на берегу, Переспы, реки такой, которая сейчас в трубах забита, и она впадает в Немигу. Рядом с тех православных людей, которые знают, стоит храм Марии Магдалеры, поэтому ориентир такой четкий. Там теперь есть достопримечательность, пушку выкатили старинную, там очень будет народ приходить фотографироваться. Ну, а ваш зал, получается, закрывается на реконструкцию? Наш зал закрывается на полную реконструкцию, на полную. То есть там будет полностью меняться весь зал, сцена, появится дополнительное машинооборудование сценическое, будет новая совершенно звуковая техника, светотехника, то есть... И на сколько это рассчитано? Говорят, на три года. Я верю. Я думаю, что они пролетят очень быстро. Я верю. Как и вся жизнь. Пролетает за одно мгновение, кажется. Вчера был маленький, сегодня уже старенький. Старенький. Спасибо огромное. Спасибо. Жду на хорошего Нового Года. Да, и всем тоже хорошего сегодня дня. За окном прекрасный солнечный день. И хороших выходных. Да, и хороших выходных. Спасибо. Приходите к нам в гости. Спасибо. А у нас сегодня в гостях был на миссинг директора театра студии киноактера, национальной киностудии Беларусьфильм, Федор Хлоро-Йонов. Сябрын, наша программа на сегодня завершена. Разом с вами у эфира были Андрей Синицын. Яна Ходовская и Юрий Трошинский. Счастливо. Счастливо.